пошел за водой надюха обнаружил где-то фонтанчик с водой здесь тяжко плохо а пить хочется заранее подготовленные кусочки и попробуем опять воды палыч вам там все показал как воду надо добывать в аэропорту сувернабхуми нормальная вода питьевая сейчас мы отправимся в самолете все двигаемся все в самолетике уселись на свои места у нас сороковой ряд места а и б а и б стиль самый шутки не самая жопа мира это нормально то есть и правда будет турбулентно сильно в гости чувствуется это понятно но зато люди бывают если там крушение то есть все кто в гости все выживают у нас есть шанс и не дай бог конечно посмотрим чем уральских кавиолини нас будут кормить каких уральских узбекских а мы сели в тут уральские пельмени все ребята мне надо срочно отпуск после отпуска ну значит давайте опять небольшой обзорчик сделаю я уже делала обзор салона самом наверно первом из первых видео когда мы летели сюда здесь примерно то же самое сейчас мы летим сейчас мы летим вдвоем и это радует а с кем летели? с этим уже посередине сидели ты что? ты что-то крутаешь? не-не-не узбек мне рассказывал как он лестницей делал ты что? да? да это сначала до Узбекистана а потом мы сидели вдвоем вы там посмотрите видео скажите нам я что-то не помню все все альцгеймер так все смотрите у нас тут есть телевизор можно вставить свою флешечку можно посмотреть то что тут есть столик ну естественно он есть у всех наушнички место вот он вот видите разъем клопотник опускается сразу так старт на английском узбекском и русском языках сейчас дождемся русского а то вот начать а ну тут можно выбрать даже да кнопку управления индивидуального освещения в нижней части экрана даже вот здесь можно вызвать бортпроводника видите полностью подсказочка но сенсор как-то плохо реагирует кино музыка игры карта полета usb устройства и информация хилари в этот короче узбекских авиалиний так мы будем смотреть кино или слушать музыку давайте музыку посмотрим вот видите чего тут только нет ты какую хочешь классику джаз поп национальную я смотрю так посмотрим что тут есть из попсы список треков новые песни восемнадцатого года ну не очень новая конечно ничего страшного в общем вы поняли да как пользоваться алыч скажи что-нибудь что такой грустный час ночи спать пора я еще поесть хочу вот смотрите мы летим боингом 667 вот схема салона если что кого интересует первая помощь действия при возникновении аварийных ситуаций лучше надо поизучать может пригодится смотрите тут можно посмотреть тоже карту полета так что тут у нас интересного мы еще не взлетели так время 17.51 по гринвичу время до пункта назначения ташкент 6.39 в полете будет так тут вот пошла информация о мы уже на высоте 6 метров но скорость 0 километра в час расстояние на пункта назначения 4320 километров 6.39 будет значит время в полете у нас нормально 6.5 часов никим палыч 6.5 а потом 5 часов у нас в транзитной зоне по-моему да причем это вот только глаголы не сели да наверное ну короче я не помню надо по билетам посмотреть я уже запуталась этими перелетами ну все мы взлетаем я даже успела поспать все посмотрели ну что узбекские авиалинии меня радуют на пункта жили на пушке у меня среди спасибо в общем узбекские авиалинии нас опять порадовали но только нам принесли вино и потом полезли мы вдруг улетались что пришлось пить просто залпом стакан красного супруга извините я не могу снять с раз я так хорошо спала но мы попали в такую жесткую структулентность поэтому теперь буду смотреть кино нам принесли ранний завтрак или очень поздний ужин я даже не знаю что это я взяла рыбу с рисом а солька здесь видите тут салатик у нас бисквитик тортик какой-то булочка ну тоже какой-то салатик сережа взял курицу о у тебя куриные котлеты о да о я сушу куриные котлеты давай попробуем а здесь тоже самое ну ты попробуй у тебя сейчас попробуем и скажем так сейчас я тут затестю сережины котлетки огонь огонь все острое я не знаю почитай так так а теперь моя рыба рыба тоже огонь сережа с картошкой получается у меня с рисом в общем я уже знаю что все будет просто офигенно вкусно узбекские авиалинии это вообще молодцы ну как палочка вкусно конечно но убой вообще салат вообще классный тут сыр с курочкой и вот там еще овощи тоже прям огонь ради этого стоит видеть в узбеке мы вели что в Таиланд что позвать да тебе что дома не кормят очень вкусно просто ну что палочка тортик не пробовал еще я вам скажу это вообще огонь это прям чизкей это прям посмотрите это супер ну-ка попробуй сейчас тоже будешь в шоке свеженький не вкусно не ешь ты дайте мне действительно узбекские авиалинии прям на высоте молодцы супер ребята все мы практически на месте молодец как всегда спит пока не умрю приземление с Ташкентом устал улететь а впереди еще пять часов ожиданий пять часов полета почему пять пять с половиной все мы прибыли решили приодеться до полу по всей видимости по трапу пойдем а не по рукаву да и в Ташкенте плюс один из плюс от 30 с лишним плюс один немножко не комфортно ну да как мы и предполагали по трапу на улице плюс один дышать нечем что-то прям как будто горит что-то я привыкла самолет самолет и будьте внимательны как только вы зайдете в аэропорт будут стоять и кричать транзит не проходите паспортный контроль если вы летите транзитом потому что тут сразу прямо раз и паспортный контроль а идите в зону куда куда вас короче поведут здесь мы опять чуть не остались в Ташкенте видимо так решили сразу пройти паспорт неужели но здесь будет досмотр обычный здесь еще до досмотра вам перерегистрируют ваши билеты которые вам дали перерегистрировались? да сейчас дадут новые вот насчет мест не знаю на седьмой ряд посмотрим что дадут либо просто новые билеты с этими же местами а как вы сразу сделали? да просто я тогда не заметила поменяли места или нет да вот так это выглядит здесь там стоечки дадут новые билеты вот чекина там иммиграцион контроль а потом будет досмотр ну как обычно вдруг мы там в самолетик что-нибудь положили такое запрещенное ну все мы прошли досмотр все нормально в этот раз не потрошили но так досмотрели и все ну разуться пришлось ну Палыч уже знает что бахилы надо не на обувь одевать а на голые ноги места а иностранцы вообще сказали я говорю бахилы одевать ну 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 у нас как места у нас остались те же которые были при регистрации хотя Палыч просил чтобы ему там комфортные места дали она говорит да не переживайте самолет пустой попросите вас посадить ну сейчас все будут ломиться и займут все места да перед нами тоже пара с детьми просила какие-то места чтобы их хотя бы вместе да вы не переживаете там попросите короче я чувствую будет очень весело там попросите доплатить ну у нас седьмой ряд места Е и Ф видимо я даже не знаю какой самолет будет более Кукурузник или АН-22 посмотрим вам обязательно покажем а пока мы отдохнем я наверное даже что-нибудь помонтирую у нас есть 3 часа времени даже 4 розетка есть да все увидимся уже когда аэропорт вам может показать Палыч сходи аэропорт покажи а что тут зона я вам так покажу вот зал отказания вот там туалет 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 вот электронное табло пожалуйста вот рекламные щиты пожалуйста ну то есть все стабильно все нормально вот кстати место нашли здесь розетка есть видите не знаю можно мне будет подключиться или нет но я планирую короче ребята обратный путь домой так долг и неприят вообще туда даже с приключениями как-то веселей даже пофиг было ну не пофиг было о том отношении когда у нас разберусь или обратно домой ну конечно что теперь это вспоминать все увидимся это было год назад да да вообще прошлогодние вещи вспоминаешь все забыли новая жизнь 4 часа пролетел я даже успела немножко помонтировать поэтому скоро выйдет новый видосик и вы будете смеяться но когда я говорила что по поводу уральских авиалиний сейчас объявили рейс у нас какой-то совместный узбекские авиалинии и уральские авиалинии так что оговорочка какая-то по фрейду была видимо двигаемся на посадку в самолете значит я опять в середине значит из транзитной зоны мы опять нас везли ровно 10 метров на автобусе ну то есть здание видите аэропорт покатались хорошо на чем этот раз аэробуса 320 вот видите маленький сколько тут мест наверное даже двухстата нету то есть вот два ряда по три сиденья и комфорт уже конечно не такой на международных рейсах нет я думала еще посмотрим расстояние тоже тут по-моему чуть-чуть поменьше да поменьше между сиденьями поэтому ну что делать посмотрим как кормят лучше или лучше сравним затестим да и время в полете до Красноярска из Ташкента 3 часа 10 минут а из Бангкока до Ташкента мы летели 6,5 часов ну это так это информация может кому пригодится наш самолет приступил к рулению я даже успела немножко поспать перед нами взлетом мало чего видите у нас тут свободное сиденье так что я пересел за окном дождик плюс наверное градуса 3 так что скоро будет минус 3 надеюсь на минус 3 надеюсь на минус 30 не хочу какая-то бешеная облачность просто вообще только взлетели ничего не видно в общем я поспать я всегда засыпаю во время взлета и посадки и даже перед взлетом это тоже о забеге думает у него уже завтра забега нам предложили напитки я взяла томатный сок очень вкусный 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 виной к сожалению внутренних рисков нам не предложили Когда мы туда летели, тоже вино не давали Именно на внутренних рейсах Эти монет на международных У них стоят прям бутылочки С белым и красным сухими Да, здесь тоже дают наушники Можно послушать Можно здесь Переключать каналы Но я, наверное, займусь Монтажом Хочется побыстрее и побыстрее Смотреть, что потом на снимании И чтобы вы это все побыстрее увидели Потому что дома меня ждет работа И будет Вообще не будет времени Практически Наушники раздать раздали Но по техническим причинам сказали Исправить ничего невозможно И работать не будет Ни аудио, ни видеосистема Интересно, у них отказала только эта система Или еще что-то Нам принесли еду Выбора никакого не приглашили Сейчас посмотрим, что здесь у нас Вижу рис, помидор, горошек Это что-то мясное То ли в кесте То ли что Сейчас спросим у Палыча Ты попробуй, Сережа, скажи что-то Это я поняла А вот это Мясо? Это что это? Мясные котлетки, да? Короче, Палыч говорит, что это котлетки Здесь у нас булочка Колбаска Орешки Очень, кстати, вкусные у них орешки И даже новогоднее настроение в виде апельсина Кексик и самса Ну, в принципе, нормально Масло И сыр Да Приятного аппетита нам Можно вкусить Вкусно? Да, нормально Да, международно вкуснее Но тоже, как бы, здесь это приемлемо А ты громче говори, тебя все равно не слышно будет Вкусно! Мясные котлеты Очень вкусные Прям вообще У меня бабушка так только делала Прям огонь вообще Ну вот я практически все и съела Самса прям вообще огонь Мяса много На кекс меня уже, наверное, не хватит Пол булочки Сереге отдала Наелись, да? А ты говорила Похоже, похоже Ничего не похоже Я не говорил, что похоже Мы наелись Короче, даже мы наелись Представляете? Да вы и подап Вы же столько денег и сколько мы Классика Зеленый чай Вот я еще даже видео не успела смонтировать И выложить, пожаловаться Что Аудиосистему они Отказала она у них А они все наладили Реактивно работает Ребята Чувствуют Ну что Прошло 3 часа И мы приступаем к снижению Пронетели вообще Незаметно Я успела только поесть Смонтировать немножко Видео Частично Одно Не до конца Да, и в Красноярске Так же, как в Ташкенте Плюс один Сказали Это радует Так, все Прилетели Прилетели На паспортный контроль Получаем багаж Ну и потом небольшой финальчик Надеюсь, мы им закосы Все, мы прошли таможню Мы прошли паспортный контроль Слава Богу Нас даже не досмотрели на ленте Ну у нас по алкоголю Все нормально Да, даже если бы не нормально было Нас не досмотрели Посмотрелось, что мы русские И все Да, граждане России В одно окошко на паспортный Граждане иностранные Там в другие окошки Прям как вейку Да, я так понял Что к азиатам вообще Прямо Ну, это жестко Потому что, видимо, они возят конкретно Да ладно Это просто как к нам Относятся Как к чужой стране Как к нам отнеслись Ну Так и к ним так же снизят Уже, блин Блин, хуйня Ты так не говори Нет, но на самом деле Мы хотим закончить этот Сезон Тайского выезжа Петру Павловича На позитивной ноте Да, на позитивной В Красноярске плюс один Город нас встретил Хорошей погодой Я завтра Я завтра ради этого Пробегу полу-марафончик Да Правда, мы дестерты Ну ладно, я с вами побегу Ну, в общем, мы не расстраиваемся Ведь была куча Афигенских видосов Которые вы посмотрели Отлайкали И которые еще придется вам увидеть Прокомментировали Какие еще? Мы еще куда-то летим? Мы еще куда-то летим Будет следующий отпуск Ждите Подписывайтесь на наш канал Нажмите лайки Пишите комментарии Нажмите лайки Колокольчик нажимайте Чтоб не пропускать Где мой колокольчик с этим? В рюкзаке В этом? Ну все, всех целуем Всем пока-пока Да, и помните Я вам про креветки рассказывала Что я их заморозила Вот я приехала Сейчас распакую Посмотрю, доехали они или нет Вот, замотала в скотч В пакетик Потом скотчем Потом опять в пакетик В плед Опять скотчем Ну вот, они, конечно, оттаяли Но не протухли Прямо вообще Вот из-под молока Видите, какой убрала? Прямо пахнут Хорошо все Свеженькие Я их не чистила Прямо так Заложила сюда Там где-то даже Глубоко внутри Они подмороженные Но они были в пути сутки Вот прям ровно в сутки Если у вас Несколько часов перелет Они даже оттаять не успеют Ну все Лайфхак вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok